Еще один громкий процесс. После ДАМ-2020 КГБ Беларуси завершил расследование и передал в прокуратуру дело организаторов забастовок. Экстремистская организация под названием «Рабочий рух» пыталась парализовать экономику Беларуси, призывая к стачкам. Кто-то это делал по своей воле, а некоторые были всего-навсего простыми пешками в руках западных кураторов. Но отвечать перед судом придется всем. Подробности у Андрея Александрова. Как раньше захватывали замки, не доставая меча. Отрезали любые входы и выходы, устраивали осаду и ждали, когда все перемрут с голоду или перебьют друг друга за последний кусок хлеба. Нечто подобное Запад пытался провернуть в 2020 году в отношении Беларуси. Этим занимались люди, не сведущие ни в тактике, ни в истории. Западные политики руками беглых били по экономике Беларуси, перекрывая санкциями пути во внешний мир. Рабочий рух. Экстремистская организация, которую создали в 2021 году после неудавшегося госпереворота. Создатели зарубежной диаспоры. По факту за оппозиционными марионетками, вербующими работников белорусских предприятий для организации стачек и промышленного шпионажа, стоят иностранные спецслужбы. Те, кто поддался, стали расходным материалом. Дело в том, что сами-то они ничего же не смогли бы сделать. Они пытались это сделать практически нашими руками. Сделал то, чего никогда не должен был делать. Так сказать. Нанес вред своей стране. Своему производству. Участники проводили конференции, где обсуждали, как остановить белорусскую экономику. БелЖД, Гродно-Азот, Белорусский металлургический, Нафтан. Бить собирались по флагманам промышленности, не брезговали ничем. За движением руха наблюдали белорусские спецслужбы. Оказалось, у каждого в организации были свои роли. Собирать информацию, вербовать, держать связь с Западом. Подстрекать на невыход на работу. Был и план «Б». Если рабочие не выйдут бастовать, делать диверсии, которые остановят работу предприятий. Угрозу пресек Комитет государственной безопасности. Благодаря усилиям, в том числе находящихся в зале сотрудников, задокументирована и присоединена деятельность сети так называемых «спящих ячеек» проекта «Рабочий рух», курируемого спецслужбами Соединенных Штатов Америки и Литвы. Участниками данного экстремистского формирования планировались диверсии с гибелью людей на объектах Оршанского и Минского железнодорожных узлов на предприятиях Гродно-Азот, Гомсельмаш, Нафтан, БМЗ. Что примечательно, по делу проходят 10 человек, сотрудники предприятий, работу которых они собирались подорвать. Посему перечень статей фигуранты дела собрали соответствующие. Это измена государству, клевета, создание экстремистского формирования, передача служебной информации иностранным спецслужбам. Когда прокуратура закончит свою проверку, то дело передадут в суд. Андрей Александров, Наши новости ОНТ.